А теперь по теме нашего собрания. Экономическая ситуация в мире не имеет аналогов в современной истории. Международные нормы сегодня подменяются сиюминутными и конъюнктурными правилами. Происходит повсеместное разрушение, казалось бы, неизыблемых базовых принципов рыночной экономики. Но мы видим, что Запад, не что-то рассумнявшийся, великое право частной собственности, и все ликвидировано, как будто его и не существовало никогда. Все это напрямую сказывается на самочувствии горной промышленности, которая открыта мировому рынку. В неопределенности святы на сне риски неимоверно возросли. Иногда речь заходит даже о полном прекращении экспорта российского сырья в ЕС и в США. Причем об этом говорят по обе стороны баррикад. Как у нас в стране, многие, так и за рубежом. Думаю, до этого не дойдет, хотя ситуация форс-мажорная. То, что раньше позволяло находить максимально эффективные решения, покупать и продавать по самой выгодной цене и с наиболее подходящей доставкой, больше не работает. Логистические схемы встали. Приходится в экстремально сжатые сроки искать альтернативные рынки сбыта и поставок, создавать новое производство и проводить масштабное импортозамещение. Уверен, мы справимся. Предприятия отрасли уже не раз проходили испытания кризисами, и получили опыт, и теперь могут без паники реагировать на новые вызовы. Думаю, зависимость отрасли от внешних рынков и сложившихся логических степочек, которые выстраивались десятилетиями, несколько преувеличена. Да, много придется структурировать заново. Но даже если экспорт на некоторое время сократится, то эти потери по стоимости будут компенсированы ростом цен на мировых рынках. По многим экспортным позициям отрасли так и происходят. Политическая истерия вокруг климатических вопросов закончилась, как мы видим, увеличением потребления ископаемых ресурсов. Вопрос в другом. В развитии внутреннего рынка для продукции отрасли. Пока мировой рынок был доступен, отечественному потребителю часто приходилось перебиваться остатками. Для его защиты применялись административные меры, как в случае с Газпромом. И сегодня добыча газа в значительной степени ориентирована на внутреннее потребление. Сейчас самая жизнь заставит работать на благо Родины. Компаниям надо в корне менять с бытовую политику. Да, поставки могут быть переориентированы на другие рынки, но и внутренний рынок может приносить большой доход, если не задирать цены. Ссылки на мировые ценовые тренды сегодня неуместны. Тем более, что закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве обоснования цен внутри страны. Почему бы уже сегодня не дать скидки на топливо не только импортерам из Индии и Китая, страны Сиан, но и отечественным потребителям, нашим предприятиям, сельхозпроизводителям, грузоперевозчикам, нашим гражданам, которые долгие годы переплачивают за бензин. По имеющейся у меня информации, в сфере добычи нефти и газа процент импортного оборудования и технологий составляет порядка 60%. В проектах, реализуемых в сложных условиях, эта доля может доходить до 80%. Неужели надо было дождаться кризиса, чтобы исправить эту нетерпимую ситуацию? С другой стороны, сейчас действительно можно сделать то, что в мирное время сделать было невозможно. Мы вырвались из долларового гетто, отвязали рублевую эмиссию от чужих валют, и это создает более широкие возможности для реального импортозамещения, которое буксовало много лет. Кроме того, если раньше мы стремились иметь профицит торгового баланса и бюджета, кубышку в виде фонда национального благосостояния, то теперь непонятно, зачем нам это. Доходы надо тратить, причем быстро, поскольку значительная часть заработанного на внешних рынках это токсичные валюты, которыми сегодня являются и доллар, и евро. При этом надо понимать, что Россия, как и любая другая страна, не в состоянии обеспечить себя самостоятельно всем, что ей необходимо. Это нужно сознавать и нужно это признавать. Истинный смысл термина импортозамещения – не просто замена импорта, а производство конкурентоспособного продукта. К сожалению, уже имеющийся опыт импортозамещения крайне противоречив. Многие предприятия получали прибыль только благодаря привилегиям от заинтересованности властей в импортозамещении. Поэтому считаю, что предприятия, которые работают при поддержке по заказу либо в партнерске с государством, обязаны нанести ответственность за качество своей продукции. Рынки, которые освободили ушедшие европейские компании, российские производители смогут занять только в том случае, если, несмотря на все трудности, проведут глубокую модернизацию производства и организационных практик, будут соблюдать принципы экологичности и социальной ответственности. Теперь, конечно, о нашей многострадальной геологии. Мое глубокое убеждение, что импортозамещение надо начинать с сырья. И первое, что надо сделать – заняться более активным геологическим изучением недр. По количеству видов добываемого минерального сырья мы опережаем все другие страны. Тем не менее, реальная картина с обеспеченностью сырьем неудовлетворительная, как по показателям разведанных запасов и добычи, так и по показателям покрытия внутренних потребностей. Особенно непростая ситуация со стратегическим сырьем, что в нынешней ситуации совершенно недопустимо. Наиболее критической является ситуация с марганцем, хромом, титаном и литием. По этим видам сырья потребности покрываются импортом на 100%. Стратегия развития минерал-сырьевого комплекса до 2035 года, которая была разработана на представлениях мирного 2018 года, безнадежно устарела. Необходимо в срочном порядке разработать предельно конкретную программу ресурсного импортозамещения и приступить к ее реализации. Вероятно, следует снизить показатели добычи тех природных ресурсов, которые идут на экспорт и уделить больше внимания критическим ресурсам. Кроме того, не надо витать в стратегических облаках. Российские добывающие компании находятся в ситуации системной неопределенности. Горизонты планирования резко сократились. Некоторые проекты будут неизбежно сокращены, чтобы перестроиться и адаптироваться к новым условиям. Что сегодня у нас с геологией? Боюсь, сложившаяся ситуация произойдет очередное сокращение геологоразведочных работ, потому что первое, что режет добывающие компании в сложных финансовых условиях, затрата именно на геологоразведку. А государственные вложения неоправданно низкие. Если еще три года назад портфель Росгеологии на 60% составляли государственные контракты и на 40% коммерческие, то сейчас соотношение поменялось. В 2021 году 30% это госконтракт и 70% коммерческие. Выручка растет, но это работа на удачу, а не на государственные интересы. Геология должна стать стратегической отраслью не на словах, а на деле. Для реального импортозамещения у нас есть все необходимое. Технологии, разработки, научный, образовательный, кадровый потенциал. Есть и политическая воля. Чего нет? Нет импортозамещения в госуправлении нашей отрасли. Вот где нужно реальное импортозамещение. Вероятно, в головах прежде всего. В геологии это особенно заметно. В империородах занимается геология от случая к случаю. Роснедр выполняет лишь посредническую роль в предопределении госзаказа. А рост геологии это холдинг. И как полагается классическому холдингу, он занимается бизнесом. Все в пределах отдела стоит. Управление геологией это вопрос национальной безопасности. Локальные меры тут не помогут. Убежден, геогородвеночные предприятия, принадлежащие государству, должны быть подчинены отраслевому министерству, несущему политическую ответственность за геологическое изучение недр, то есть за будущее всей страны. Ну или как минимум, вычленение Роснедр из Министерства природных ресурсов и экологии и напрямую подчинение этой структуре правительству. Сделаю небольшое отступление. Нынешний кризис показал, что самыми надежными резервами являются не бумажные электронные деньги, которые можно уничтожить за одну минуту, а минеральные энергетические ресурсы. Стенания о сырьевом проклятии России на поверху оказались очередным либеральным блефом. Именно георазведка и горная промышленность способны за короткое время заместить фиктивный капитал реальными активами. Несколько слов о законодательстве, коль скоро я представляю как раз Государственную Думу. В начале года казалось, что законодательную свою задачу в отношении горнопромышленного комплекса законодатели выполнили. Было принято более 20 поправок в закон о недрах, которые вступили в силу с 1 января. Отрасль стала более прозрачной, снято многочисленные административные барьеры, унифицированные регламенты работ, введенный реестр недобросовестных участников акционов. В работе еще несколько законопроектов, в частности об использовании отходов добычи полезных ископаемых, посовершенствовали механизмы лицензирования по охране окружающей среды. Для законодательного обеспечения горной отрасли в Государственной Думе создана межфаркционная группа по недропользованию. Группа будет отслеживать положение дел в отрасли. Одна из важнейших ее задач – разработка горного кодекса и законодательного закрепления нормы, по которой на геологоразведку будет оправляться 10% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых. Мы избегаем разговора о мобилизационной экономике, но в условиях санкций она неизбежна. Давайте назовем ее санкционной экономикой. Уповать на снятие санкций наивно. Как показывает мировой опыт, санкции не снимаются, они изживаются. Уверен, так и будет сейчас вместе с крахом попыток гегемонии коллективного Запада и приобретения в России подлинно экономического суверенитета. Уважаемые коллеги, желаю нашим гордому совету успехов и процветания, а геологической отрасли полный вперед. Иначе ничего у нас с вами не получится. Я в этом абсолютно убежден. Еще раз приношу извинения. Спасибо, я побежал. Спасибо. Сергей Михайлович, спасибо. Я заготовил некоторые...